Итак, мы в отеле в Зеленоградске. Вот такой отельчик, называется Балтийская корона. Номер потом покажу, потому что я сегодня все сняла, все сделала. Но случайно так получилось, что все записи, которые мы за день сделали с камеры, стерлись. Случайным нажатием одной прекрасной кнопочки. И мы снова записываем продолжение нашего пребывания в Зеленоградске. И вот снимаем отель, спускаемся на прогулку. Уже вечер, конечно. Мы до этого снимали днем. Но сейчас придется то, что есть, выкладывать. То, что мы снимем сегодня. Надеюсь, что мы это не сотрем. Вот. Вот мы в этом отеле. Отель недорогой. У нас есть тут друг такой. Здравствуй, друг. Мы всегда с ним общаемся. Это очень хороший друг. Вот. Тут у нас Дед Мороз, он тоже наш друг. Елочка. Сверкает. Уже темно на улице. И мы пошли прогуляться. По нашему прекрасному Зеленоградску. Пройдемся. Сейчас я шапочку надену. Держите. Вот этот вот рисунок на стене. Вообще Зеленоградск. Город кошек. И все обрисовано котами. Вот его еще весной только начали рисовать. Сейчас он уже давно нарисован. Еще летом был нарисован. И вообще, конечно, тут почитают кошек. Тут кошачий культ самый настоящий. Потому что все сделано для котов, кошек. Есть люди, которые кормят животных. Отдельно им делают почитание. Есть музей кошек. Называется Мурариум. И сейчас мы прогуляемся по курортному проспекту. Посмотрим, как там все в кошках. Сейчас, конечно, темно. Сегодня Старый Новый Год. Я всех поздравляю с Старым Новым Годом. Все наверняка там на курортном проспекте сверкает. Разными великолепными огоньками. Вот у людей в окнах гирлянды есть. Все дома с подсветкой. В принципе, должно быть очень приятно гулять здесь. На улице плюс 5 сейчас вечером. Днем было плюс 6 градусов. Был дождик небольшой. Ну и по дороге вы видели в Зеленоградск. Когда мы ехали, все было моросящим дождиком покрыто. Но сейчас дождя нет. И в принципе неплохо. И вот мы выходим на курортный проспект. Он прямо рядом с нашим отелем. И наш отель находится на променаде. Прямо у моря. То есть у нас все окна выходят на море. Мы живем на третьем этаже. Отель очень приятный, очень хороший, семейный. И мы всегда-всегда-всегда в нем останавливаемся. Вот. Номер потом сниму. Потому что я его снимала. И сейчас обидно, конечно, немножко. Но все, что не делается в жизни, все делается к лучшему. Вот посмотрите, как сверкают настоящие европейские магазинчики в Зеленоградске. Раньше Зеленоградск назывался Кранц. То есть во времена немцев. И это был замечательный курорт, который все посещали, который все очень любили. Вот здесь у нас кинотеатр в Зеленоградске. Пойдем поближе немножко в кинотеатр. Мы не ходили, но мы планируем сходить, посмотреть. Тут хоть один фильм когда-нибудь. Просто мы приезжаем отдыхать, развлекаться на море. Расскажите, пожалуйста, как вы отдыхаете обычно? Позволяете ли вы себе куда-то выехать на пару дней? Вот мы всегда, мы когда праздники, вместо того, чтобы там справлять, пить, выпивать мы не выпиваем, мы вегетарианцы и не пьем. Вместо застолья. Да, вместо того, чтобы оплачивать дорогие клубы, дорогостоящие застолья, сигареты, алкоголь. Мы всегда оплачиваем отель и едем к морю в Зеленоградск или в другие города. И это гораздо приятнее, если честно. Вот, все тут, видите, такими огонечками. Тут очень много отелей. Это же город-курорт. И, конечно, все покрыто побережье отелями и ресторанами, и кафешками. Мы выбрали для себя в Зеленоградске самое лучшее кафе. Это кафе-дача у моря. Окна выходят из дна на море у этого кафе. Мы садимся за столик и кушаем. И там замечательные вегетарианские блюда. Это паста, это ризотто, это пицца. И даже турецкое пиде, пицца с грибами. Также мы выбрали кофейню здесь. Кофейня на Московской Блэнд 66. И там готовят самый лучший кофе. Кофейня открывается в 10 утра. Ресторан в 11. Можно прийти, попить кофе, потом пойти на завтрак. Что мы планируем завтра сделать и покажем вам оба заведения, естественно. Вот здесь все у нас украшено по-европейски. Вообще наши города, даже есть старый город. И вот этот курортный проспект, да и все. Они любят украшать все свое по-европейски. Вот так дома, что были украшены. Магазины, все, что было украшено. Почему? Это делается для того, что очень привлекает европейских туристов сюда. на курорт, потому что и немцы очень хорошо приезжают, и поляки, и литовцы, и латыши приезжают. Ну и подальше кто живет тоже. И вы знаете, действительно, очень нравится людям здесь отдыхать. И выглядит у них все по-домашнему практически. Потому что это же раньше был немецкий город. Вот стараются как-то поддержать традицию. Вроде как и Россия, да. И вроде как и Европа. Но, в принципе, город небольшой. Мы уже в предыдущем видео говорили, что 16 тысяч жителей. Совсем, да, немного. Но, однако, здесь все для людей сделано. Все прекрасно. Вы всегда можете найти, где там, не знаю, попить кофейку, съесть пирожное, просто поесть, посидеть. Всегда вам будет приятно. Даже в дождь вы найдете теплое, уютное заведение, и будет хорошо. Вот. Владимир Николаевич, мы где-то прошли кошачий домик, да? Да. Или нет? Прошли, прошли. Прошли. Мы уже выходим в Козакске. Хотела показать. Вот. Ну, сейчас вот тоже так весь дом с подсветкой. Завтра тогда сходим обязательно к кошачьему домику, где сделал музей Мурариум специальный домик для кошечек и для котиков. И там кормить. Ну, вот днем, правда, лучше снимать. Коты. Вон, да, коты ходят. Не знаю, видно, не видно, но ходят. Зеленоградские коты. Вот они. Ну, вот он прячется сразу же. Вот здесь на дверях. Что на дверях? Подойдите. Позирует нам кот. А, вот. Зеленоградский экземпляр кота. Привет, ты не бойся, ты. Мы тебя не трогаем. Ты что? Мы только на камеру снимем. Вот тут продают как бы марципаны, все. Открытки, сувениры. Только магазинчик приятный. И тут есть вот этот прекрасный обитатель. Вот. Ты обитатель? Да, ты мяу. Ты мяу. Вот познакомились с мяу. У нас там в гостинице мяу, тут мяу. Везде все такие красавчики. И, естественно, все кормят и все любят. Никто старается не обижать кошек здесь. И это правильно, я считаю. Ну, пойдемте на ночное море посмотрим. Полюбуемся на нашем ночное море. Мы сейчас немножечко будем идти по темноте. И ничего не будет видно, скорее всего, так. Только фонарики, да? Но мы... Вы нас не теряйте, мы тут. Мы будем с вами разговаривать. Если к вам не будет видно, да, ничего, то будет слышно. Вот. Ну, что хочу рассказать. Сегодня мы были уже, конечно, и в кафе, и в ресторане. И все посетили, и познакомились с чайками. И я придумала. Вот смотрите. Я посмотрела в интернете, как правильно кормить чаек. Ну, про мелкую рыбу я уже вам рассказала. Про то, что их можно там, ну, не знаю, там, крупа, сухарики. Но оказалось, когда я уже подробнее начала гуглить, да, что, допустим, шлифованное пшено тоже чайкам нельзя. Им лучше комбикорм. Почему? Потому что идет развитие микроорганизмов на шлифованном зерне. То есть надо не шлифованное лучше. Вообще написали в интернете, что оказывается, чайки любят яблоки и морковь. И мы сейчас на обратном пути зайдем в продуктовый маленький магазинчик и попробуем что-то из этого купить, чтобы покормить чаек. Правильно покормить. Мне очень интересно вот тот момент, чтобы никому не испортить здоровье. Потому что я очень много начиталась про это. И наш калининградский зоопарк, мы обязательно туда тоже сходим, я подписана на них в инстаграм. И они регулярно свои посты публикуют о том, как не навредить обычным окружающим животным. И они меня ведь наштудировали. Если вы подписаны на какой-нибудь зоопарк, у которого хороший инстаграм, вы всегда поймете потом, как обращаться правильно с животными. Вот полезно, да? Вот допустим, есть по весне или когда там что из гнезд у птичек с деревьев вываливаются птенцы. Что делают люди? Они подходят, начинают этих птенцов подбирать и пытаться их спасти. А на самом деле птички специально выталкивают своих птенцов из гнезд, чтобы те свалились. Они их так учат летать. Если вы взяли в руки такого птенца, забота родителей о нем тут же отпадает. Он пахнет вами, а не своими родителями и не собой. И этого птенца вы обрекли на смерть. Вот представляете? А еще когда вы его берете в руки, он такой маленький, что вы ему сразу все ломаете. И ноги ломаете, и крылья, и голову. Поэтому вот допустим, я прочла это в инстаграм, да, зоопарка. Что нельзя брать в руки птенцов, которые вываливаются из гнезд. Не трогать их, потому что это закон природы, и родители сами с ними справятся. Вот. Такой птенец выживет обязательно, но только в том случае, если вы его не будете брать в руки свои. Вот мы уже на променаде, мы прогулялись, вот такое море у нас сейчас шумит, и здесь есть иллюминация. Смотрите, сегодня прилив, потому что луна полная, да, на днях было полнолуние, и сейчас смотрите, ну, оно было десятого, конечно, но воды, очень много, вода прилив, да, прилила вода, и вот это вот все сверкает и разными огоньками весь вот этот мост. Ну, пойдемте прогуляемся на мост пешеходный, надеюсь, ну-ка, Владимир Николаевич, а ты прогуляться на мост можешь или ты здесь постоишь? Тут и кашляешь. Пойдем. Пойдешь? А то я могу одна сходить. Вот смотрите, какое море. Пойдемте на мост пешеходный сходим. Вот такой мост. Вот тут со другой стороны вот так все. Вот такая красота неописуемая. Море сбушует. Море прям бьет о камни, да, потому что уже вечер. Оно бурное, а оно другое. Оно опасное, поэтому к нему сильно приближаться не стоит. Но сейчас еще пока девятый час вечера, а мы там где-то между консультациями нашими, да, вышли в девятый час вечера, и люди еще гуляют, конечно. Люди еще ходят. Я думаю, что вам в камеру видно только фонарики нашего моста, потому что сейчас тепло. В любом случае вы зато знаете, к чему готовится в Североградске в темноте. Здесь вполне можно прекрасно гулять. очень много рыбаков сегодня. Рыбаки, конечно, они охотятся на камбалу и на других рыбешек, но чаще всего на камбалу. Сейчас пройдем мимо, смотрим на них. Может, тоже не порыбачить, конечно. Такого-то это целое увлечения, хобби. Далеко мы уже в море, потому что мост длинный. Удочки, удочки, удочки. зимняя рыбалка. Сплошь. И вот там прям скопище удочек и рыбаков. Знаете, сколько народу рыбачит? Потому что есть на что рыбачить и на кого охотиться. Вот так. И вот так посмотрим на ночной город отсюда на наш променад. Великолепное зрелище. И пойдем обратно. Всех показали, все рассказали, все показали, увидели. И пойдем дальше. Вот такой вот у нас ночной город. Все сверкает, все фонарь и занимаются всем самым хорошим. Потому что они на курорте несмотря на зиму. Кто-то живет на курорте, кто-то приезжает на курорт отдыхать. Нам все нравится, даже зимой здесь. Просто очень приятно быть на море. Знаете, вот у нас в отеле, если летом откроешь окно, ну или когда тепло, ты просто спишь и слышишь шум моря. И это самый прекрасный звук по ночам. И ты можешь выйти на балкон и смотреть на море. Ну это просто прекрасно. Вот сейчас зимой, конечно, сильного шума моря не слышно, что окна закрыты, балкон закрыт, но само осознание, что ты встаешь у окна. Ты можешь пить чай, кофе, на ресепшене купить сюда и чай, кофе и смотреть на море. А что еще надо в жизни? Надо же жить в жизни. Люди никогда не тратят деньги пустую именно на алкоголе. Тратят деньги на море, на отели, на путешествия. Смотрите, где вы еще такое увидите? Где вы увидите такую волну? В рюмке не увидите, сигаретки тоже не увидите, зато вы увидите здесь. Зеленоградский. Приезжайте в Зеленоградск и вы все это увидите своими глазами. Такую великолепную красоту. А мы счастливые, мы счастливые люди. Мы можем это себе позволить приехать, потому что живем рядом. Даже брызги до сюда долетают. метр метр четыре высота и долетают брызги. Море бурное сегодня. Очень бурное. А нам теперь нужно прогуляться до магазинчика. Всем пока. Субтитры